Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Ебукенте, у тебя в комнате духа-то такая, хоть бы проветрил. Меня это задолбало, я пошел. Куда ты пошел? Смотри, чтобы нагиб между булок не вошел. И вообще, сиди копать, нам надо хорошенько поработать. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. И вот свершилась классика нагиба. Восстала в Варфейс. Разработчики вели Спас-12 Спешл. И я думаю, у многих пробило скупую ностальгическую мужскую слезу. Дробовик-легенда. Показатель скилла, по мнению некоторых. Звук и боль того самого Варфейс. И единственное, что в нем не так, это Спешл. Вначале были кастом, теперь Спешл. В будущем будут пушки с припиской СУПЕР. Даже не сомневаюсь. Давай-ка по делу. Этот Спас такое же говно, как и обычный старый. Нет, Капитан Очевидность, что ты. Этот Спас совсем не как тот. Этот весьма достоин. Глядя на ТТХ, мы понимаем, что урон, дальность, точность, все в ажуре. И, кстати, ваншотит он тоже вполне годно. Заебцом. Однако вполне справедливо можно заметить, что темп стрельбы у него явно не то пальто. Не, ну реально, ребят, в наше время, пусть это помпа, но помпа с таким темпом стрельбы, это несерьезно, как бы хорошо она не ваншотила. Хороший пример, конечно же, Винчестер. Так выходит он говно, правильно? Ну как тебе сказать, Капитан Очевидность, его нельзя назвать плохим дробовиком. И имбой тоже нельзя назвать. Кстати, интересная имеется особенность. То ли баг, то ли фишка. У обычной версии дробовика нет прицела. Вообще никакого прицела. Можно только поменять модуль на ствол. А вот у версии Мурена почему-то есть кастомный прицел. Который, честно говоря, так себе, но хотя бы есть. Где логика? Вахуй просто. Нет у новиночки, ребята, и до зарядки по одному патрону. То есть наш герой заряжает обойму целиком, все патроны разом. И происходит, хотя это не очень долго, но и не особо-то и быстро. А поэтому, если патроны у вас вдруг в горячий момент закончились, то единственное, что вам остается, это доставать свой пистолет и пытаться доделать не сделанное, не доделанное именно им. И с высокой долей вероятностью вас встретит господин от Сосницкий. Жизненно. Приходим к выводу, что дробовик это только для коллекции. Ну, капитан, очевидность, можно сказать и так. В принципе, да, друзья. По моему мнению, дробовик больше для коллекции. Да, он ваншотит, он убивает. Да, с ним можно играть даже на РМах, на высоких лигах. Это всё возможно. Можно с ним тащить, можно нагибать. Но есть ли смысл? До топа лучших дробовиков он всё равно не дотягивает. Тот же киллтек, ребята, ну, объективно будет гораздо лучше, эффективнее, интереснее и приятнее. Чапа Бенели М4 и новая Мурка, которую апнули, это обсудим попозже, тоже будут получше. А Спас хоть и отличается хорошим ваншотом, но, как мы понимаем, этого недостаточно, этого мало. Ни до зарядки, ни достойного темпа, ни удобного прицела. Ну, а что касается того же ваншота, о котором мы всё время говорим, надо заметить, что он здесь хорош, но он не гарантирован. То есть тут нету такого ваншота, чтобы прямо как в своё время Винчестер на ПТС был дисбалансным. Нет, может быть плюс-минус что-то на уровне того же киллтека КС-7, но, извините меня, у киллтека и темп выше, и прицел нормальный. То есть, как бы шансов у Спаса, честно говоря, против рукастых противников с киллтеком меньше. Однако есть то в этом дробовике, что мне лично нравится. И нет, друзья, я не говорю про ностальгию, про звуки, дд и тп, это всё здорово, но суть не в этом. А суть тут в том, друзья, что данный дробовик можно назвать идеальным дробовиком идеального варфейса. Этот дробовик, это как образец. Как надо было вообще делать баланс, сука, в этой игре. И на что равняться. Отличный помповый дробовик, который имеет нормальный, хороший именно для помпы темп стрельбы. Годненький ваншот, брутальный внешний вид и сочный звук. А ведь именно с этого, друзья, когда-то всё и начиналось. Вы можете вспомнить Мосберг 500 Кастом, Фабару, СТФ, Компакт. Какие времена были, а потом появился тот самый господин Отсосницкий. Так что, друзья, данный дробовик, это скорее, знаете, такой экспонат музейный. И пособие для наших же новых разработчиков, как надо делать сбалансированное оружие. Не очередную имбу на каждый класс, а вот оно, сбалансированное оружие. Не без недостатков, со своими минусами, но и со своими плюсами. И, знаете, таким определённым оружейным шармом. Если бы донат такого уровня и вообще пушки такого уровня были у медика, снайпера, инженера и штурмовика, то это был бы совсем другой Варфейс.